На одной волне с городом. Радио. Болтком. Уда на Болткове. Снова доброе утро. Бекелкин Александр Шунин с вами. И вот какая новость опубликована только что на портале MixNews.LV. Очень актуальная и как раз под стать нашему гостю, представителю отдела вакцинации Никиту Троянскому. По крайней мере, одну прививку от COVID-19 получил 71% жителей Латвии. В целом же, а вот еще про бустерные вакцины, почти 24% от общего населения. Кспин Троянский, радуют ли вас эти цифры? Конечно, это выглядит хорошо. И мы уже минимум три недели назад обошли Израиль и США. в плане количества полностью вакцинированных людей относительно общего числа населения. Представляете, Израиль, который нам все время ставили пример. Но больше всего меня радует процент среди 60-летних людей. 85% уже получили какую-нибудь одну прививку. Это хорошо. Ну что ж, это такой позитивный момент. Вот что касается дальнейшей стратегии вакцинации, на что делать упор? Есть ли вообще еще шанс вакцинировать, не знаю, тех, как назвать дипломатически, заядлых антиваксеров или, может быть, тех сеньоров, которые по разным причинам потерялись или не находятся в поле зрения отдела вакцинации, там, не знаю, не обращались давно к врачу, живут где-то, не знаю, на хуторах? Вот есть ли еще шанс или надо все-таки действительно сфокусироваться, ну не знаю, на бустерных вакцинах для групп риска? Вот как вам видится дальнейшая стратегия? Все равно, я думаю, что до тех пор, пока у нас не будет больше 90, может, 95% охват среди сеньоров, мы не можем спать спокойно, потому что никто не знает, что принесет следующая волна. Если следующая волна, скажем, в сентябре опять будет очень такой губительной, много людей будут попадать в больницы, опять это будут наши невакцинированные сеньоры. Поэтому мы будем продолжать с ними работать, и у нас есть новые идеи, как к ним обратиться, но надо понимать, что они очень разные. Мы слышим, что есть такие сеньоры, которые живут в панельных домах в микрорайонах Риги, и на самом деле, ну даже не знают, что в Латвии оказывается вакцина бесплатная, то есть еще в декабре такие были, да, то есть совершенно в каком-то другом информационном пространстве живут. Есть те, которым страшно, что с ними случится какая-то побочка, и среди их знакомых не было еще тяжелых случаев ковида, да, и то есть, наверное, если произойдет в течение этой волны, с многими такое, к сожалению, может случиться, то тогда они поменяют свое мнение. То есть очень разные группы людей не вакцинированы. Никита, прозвучала информация о новой волне, которая, возможно, придет в сентябре. Ну, то, что мы как бы видим из того, как коронавирус себя ведет, это в результате, скорее всего, будет сезональный вирус, да, но, скорее всего, сезонов будет два сезона, такой позднеосенний и позднезимний-весенний, да, и вот сейчас мы, например, в этом втором сезоне, и, скорее всего, с каждым годом они все будут легче и легче, наверное, меньше людей будут попадать в больницу, но уровень заболеваемости может и остаться таким же высоким. Но стоит ожидать, что в ближайшие годы у нас будет хотя бы две волны коронавируса, просто они уже не будут настолько сильно менять наш ежедневный образ жизни. Значит ли это, что нужно оставлять? Я понимаю, что я забегаю вперед, что было бы, если было бы, но стратегия будет меняться, не будет так, что осенью мы скажем, ну, давайте, там, четвертую вакцину и сертификаты опять по новой. Нет, я думаю, нет, потому что мы видим, что, ну, и с этой волной все равно человек, который сделал бустер, скажем, в октябре, или даже который только сделал две вакцины, но еще не успел сделать бустер, все равно достаточно хорошо защищен от госпитализации. Да, то есть вакцины работают. У многих какое-то сложилось впечатление, что вот раз в полгода надо делать, и нет. Мы видим, что до сих пор на 80% где-то защищены люди от тяжелых последствий, которые получили две дозы по сравнению с теми, кто вообще ничего не получил. Но, конечно, бустер стоит сделать, чтобы уменьшить шанс госпитализации еще больше в данные времена, когда больницы и так, наверное, уже скоро будут перегружены. Что касается текущей ситуации перегруженных больниц, перегруженных пунктов тестирования, да, если мы посмотрим на соседей, на ближайших, на Литву и Эстонию, страны, которые собираются фактически отменять ковидные сертификаты. Как вы считаете, стоит ли нам задуматься идти таким же путем, сосредоточившись на тестировании? Нет, ну, это, наверное, такое будущее вообще пандемии, что в один момент мы откажемся от сертификатов когда-то, а в какой-то момент, я думаю, мы откажемся вообще от тестирования, потому что когда у всех будет уже достаточное количество иммунитета, что коронавирус больше не будет таким губительным, то, в принципе, можно больше и не тестировать, да, мы же все не тестируемся, там, на грипп или на аденовирус, да, но даже до сих пор в странах с высоким охватом вакцинации, при всем том, что омикрон легче, омикрон минимум в два раза более опасен, чем сезональный грипп. То есть до сих пор при всем упоре на защиту от коронавируса нам не удается добиться того, что он бы стал таким же, как грипп. И все-таки в Литве и в Эстонии гораздо ниже, ну, не гораздо, но ниже смертность, чем у нас от всего этого мероприятия, поэтому, я думаю, они могут больше размышлять об отмене. Ну, насколько я понимаю, здесь как бы еще не нужно забывать, что еще все-таки дельта присутствует, да, нельзя сказать, что полностью омикрон вытеснил. Я так понимаю, что скоро вытеснит, но, наверное, еще дельта присутствует, да? Нет, я думаю, что дельта составляет значительно меньше 10%, я думаю, ближе к 2-3 в данный момент, потому что уже две недели назад омикрон это было 88% или 86% министра сообщал от всего коронавируса. Но большой вопрос, на который у нас пока что нет ответа, но, я надеюсь, появится в ближайшую неделю, это сколько процентов от госпитализации за счет дельты. Может быть, такая ситуация, где дельта – это лишь 5% от всего коронавируса в Латвии, но при этом составляет половину от всех госпитализаций. Это очень важные данные, которых у нас нет. Вот я понимаю, что, опять-таки, вы не политик, вы эксперт. Вот что касается действительно дальнейшей стратегии, мы видим, что зачастую лаборатории, это я знаю даже по каким-то знакомым рассказам, перегружены в том числе, потому что люди надеются или надеются или опасаются, что они переболели омикроном легко, насморк, горло болело или даже бессимптомно, и зачем им делать бустер, но сертификат они могут потерять, ну, с учетом вот этого решения, кто-то уже с 15 февраля, большинство, насколько я знаю, в марте, потому что сознательные граждане, которые прививались весной и летом прошлого года, у них как раз к марту сертификат закончится. Естественно, они сейчас ищут какие-то возможности, а вдруг они действительно переболели, у них есть два варианта – или бесконечно тестироваться, да, вдруг будет позитивный, или есть второй вариант, который, естественно, в Латвии юридически не подтвержден, это как бы для себя, это антитела, да, и вот, может быть, каким-то образом пойти по этому пути, потому что я вам могу сказать, что 1 марта коалиция с учетом выборов, можете поверить моему опыту, уже никаких сертификатов не будет для обслуживания в зеленой и красной зоне, поэтому мы можем здесь сколько угодно говорить, но 1 марта все закончится. Так, может быть, уже не мучится? То есть я понимаю вопрос в том, что делать людям, которые думают, что переболели, и у которых 15 февраля может закончиться сертификат, если они не подтвердят. Ну, не 15 февраля, хорошо, у многих закончится там 1 марта, 3 марта, 5 марта. Я думаю, что это на самом деле такая патовая ситуация с организационной точки зрения, потому что не было предусмотрено, что вот будет ситуация, где человек не сможет попасть на тест, но я могу сказать, что иммунитет после переболевания омикроном, в данный момент, по данным, которые есть, достаточно плохо защищает от других штаммов все-таки. И тот сценарий, которого опасаются во многих странах, и в Великобритании на самом высоком уровне сейчас об этом говорят, что будет, когда омикрон сойдет на них, есть ли вероятность, что дельта обратно вернется, а дельта, как мы знаем, гораздо больше госпитализирует. И поэтому есть причина все-таки обезопаситься, перестраховаться и сделать бустер, даже если вы переболели омикроном, потому что риск побочек и так до этого был очень низкий, а после бустера еще гораздо ниже. Поэтому вы особо ничем не рискуете, но зато на всякий случай защитите себя от возможной волны дельты воприиманиях. То есть, в принципе, не исключено, что дельта может в какой-то момент вернуться, да? Да. Это интересный сценарий. Я не особо в это верю, но я вижу, что многие умные люди в это верят, особенно великобританская группа экспертов об этом предостерегает, поэтому с этим надо считаться. Ну, правда, видите, здесь хорошо то, что мы сказали в самом начале, что у нас довольно высокий процент сейчас и первичной вакцинации, если так можно сказать, да? И еще, может быть, такой вопрос, это тоже, наверное, конечно, может быть, у нас есть совет по иммунизации, но тем не менее, может быть, действительно прекратить вообще в Латвии прививать Джонсоном, ну, Янсеном, да? Я это предлагал уже с декабря, как минимум, но логика, наверное, других партнеров такая, что если человек либо только Джонсоном, то ну уж лучше пусть Джонсоном привьется. То есть, а сейчас... Чем Латвии, чем, да? Мы оставляем выбор. Ну, да, если предполагать, что два месяца, пока не берем, он будет более-менее защищен от госпитализации, возможно, я так понимаю, что тоже еще не факт, что и два месяца, насколько эта вакцина действует. Кажется, по-моему, не очень удачно. Вот у нас все это с Джонсоном получилось, да? На прошлой неделе практически каждый день обновлялись рекорды количества заболеваний, 6 тысяч, 9 тысяч. Опять же, около тысячи заболевших находятся в больницах. Никита, на ваш взгляд, стоит ли вводить какие-то более строгие ограничения в данной ситуации? Или уже поздно? В принципе, еще не поздно. До сих пор имел бы смысл, ну, как минимум, отказаться от тех не необходимых, может, развлечений или каких-то сфер жизнедеятельности, которые при этом не нанесут удар по экономике. Я подразумеваю, например, старшую школу или репетиции хоров или какие-то вот эти кружки после школы. Я думаю, что мы можем месяц пожить без этого, потому что надо понимать, что на кону все-таки очень много госпитализации, если мы от этого не откажемся. По нашим прогнозам, может и превысить 4 тысячи. Я как бы не совсем понимаю, почему мы от таких несущественно важных вещей отказались. Конечно, важно, чтобы дети учили в школе, но всегда надо понимать, что на второй чаше весело. Да, вот еще что касается, может быть, тестирования. Можно ли каким-то образом, не знаю, какую-то стратегию поменять? Ну, не знаю, может быть, не тестировать уже тех, кто бустер получил. Ну, так, чтобы это не превратилось в какую-то там бесконечную эпопею. Да, есть несколько вариантов. Я думаю, что Министерство здоровья наверняка скоро объявит о каких-то новых рекомендациях или, может, они уже объявили, но я пропустил. Например, сейчас больше не нужно направление семейного врача. То есть уже легче пойти на тест. С другой стороны, Словении интересный пример. То, что они делают в Словении, это люди допускают ПЦР-тест только если у человека есть положительный самотест. Таким образом, они... Очень хороший ход. Отсекают, да, часть очереди. Очень хорошо, да. У нас, видите, еще есть нюансы, что я так понимаю, что не всегда эти тесты при омикроне эффективны. То есть там нужно очень правильно брать материал, если так можно сказать, да? Ну и другая проблема в том, что на самом деле у вакцинированных людей вирус в течение дня может уже исчесть из носовой полости. То есть если мы сегодня делаем и получаем положительный самотест, то достаточно часто, если особенно человек сделал мусор, на следующий день уже ПЦР будет отрицательным. И опять это связано с том, что вы описывали, где человек хочет получить положительный ПЦР, лишь бы не делать бустер, но при этом занимает очередь, много раз тестируется, а кто-то кому на самом деле нужно подтвердить свой статус инфекции, не доходит ПЦР и попадает в больницу без подтвержденного теста. Это очень плохо. Таким образом можно сделать вывод, что в ближайшее время никаким образом не получится сократить очереди на тестирование. Может быть, последний вопрос, на который тоже, я так понимаю, что сложно ответить, потому что вирус, этот такой особенный, он не всегда ведет себя, не знаю, по какому-то шаблону. Вот вы сказали, что британский ученый, одна группа думает, что, возможно, Дельта вернется. А может ли быть после омикрона какой-то более жесткий штамм? Не Дельта, там, не знаю, следующий, не знаю, как его назовут, греческого алфавита, но вот, которая не похожа на омикрон, может быть, частично похожа на Дельту, но которая тоже, не дай бог, будет вызывать ковидную пневмонию? Я думаю, это не исключено, потому что надо понимать, что, значит, коронавирус эволюционирует таким образом, чтобы обходить иммунитет, простым языком говоря, чтобы обходить иммунитет. Ну, да, это один из аспектов, но надо понимать, что вот это мнение, что коронавирус не станет там более опасным и все время будет эволюционировать в сторону такого более мягкого вируса, ложен, потому что коронавирус распространяется до того, как человек имеет достаточно тяжелые симптомы, чтобы попасть в больницу. Поэтому нет такого, что выживает только тот вирус, который не доводит человека до тяжелого состояния. Нет, выживают и те вирусы, которые доводят, просто где-то 80% всей трансмиссии происходит до того, как человек тяжело симптоматичен. Поэтому то, что вы описываете, возможно, но я думаю, что скорее, как мы видим, например, появился новый под-марик вариант этого омикрона, который называется ДА2, который еще лучше, чем омикрон, обходит иммунитет, но не выглядит, что он госпитализирует, приводит к госпитализациям чаще. Может ли в связи с этим, ну, такой последний вопрос, может ли в связи с этим появиться новые какие-то модификации вакцин, да, но вот до тех, кто, допустим, не получил по разным причинам бустер, или он поздно получил вот первую прививку, ему еще срок не подошел, и вдруг появляется, неважно какой фирмы, которая будет действовать, не знаю, омикрон, подвид омикрона, или это не имеет смысла, потому что он легче? Нет, я думаю, это имеет смысл, потому что, как я описывал, при всем нашем огромном уровне иммунитета, все равно омикрон опаснее, чем грипп, и две недели назад нидерландская группа ученых, которые главные советники привозия по поводу новых вакцин для гриппа, именно сделали вывод, что омикрон это первый штамп коронавируса, который достаточно отличается от всех предыдущих, чтобы, если бы коронавирус был гриппом, то мы бы говорили об апдейте вакцин, то есть с новой вакциной, и, скорее всего, мы будем применять знания, полученные из гриппа, мы поэтому при омикроне тоже будем обновлять вакцины, чтобы они содержали уже более специфический антиген, связанный с омикроном, а не с буханским штаммом. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо, Никита Троянскому, представителю бюро вакцинации, отделу вакцинации. Хорошего дня, приятной недели, на связи через неделю, как обычно. У нас с Абиком небольшая пауза, после которой еще один гость, директор госинспекции защиты данных Екатерина Мацук, и мы будем говорить о наиболее частых онлайн-ошибках и о полезных советах для повышения собственной онлайн-безопасности. Оставайтесь с нами.